Доброе утро, дорогие друзья! Телеканал Евроспорт Россия приглашает вас снова на Progelato Plan, где через несколько мгновений начинается первая эстафета Олимпийских игр. Женская эстафета, лыжниц, гонщиц. Дистанция 4 по 5 километров. Эстафета, как всегда, комбинированная, то есть два классических этапа, два коньковых. Стартовый протокол это вкратце. Но подробнее мы, естественно, вам тоже представим, участниц сегодняшних соревнований. 17 команд сегодня на старте. Это, в общем-то, прогресс. И многие команды выходят сегодня либо впервые после долгого перерыва, либо вообще впервые. Это, наверное, все-таки не означает, что список фаворитов за счет этого, так сказать, разжижен. Все равно все те же, кто доминировал. Это межолимпийское четырехлетие внесены в список фаворитов и подтвердили последними гонками, что они в полном порядке. Ну а что касается погоды, это очевидно, что погода не идеальна. Прекрасное настроение у Кристин Стейры. Поскольку она действительно находится в очень хорошей форме на нынешней Олимпиаде. Ну а Наталья Баранова будет забойщицей нашей команды. Грамотно, ровно прошла она предыдущую классическую гонку. То, что не сорвала там банк, ну так и вся сборная. Мучилась там точно так же, в принципе, как и мужчины. Но мужчины уже не российские, а норвежские. Поэтому, в общем-то, получается, товарищи по несчастью. Россиянки и норвежцы. Но давайте сначала все-таки попунктно. Итак, главные фавориты, безусловно, это Норвегия, Россия, Германия и Финляндия. Все остальные имеют шансы выйти из-за спин-лидеров. Италия уже давно ничем не радует своих поклонников. Хотя, ну в этом сезоне просто-просто бледненько выглядит, прямо скажем. Хотя она все-таки носит звание призеров чемпионата мира. Итак, телеканал Евроспорт Россия. Режиссер Галла Фернандес и комментатор Сергей Курдюков готовы вместе с участницами женской эстафеты принять старт. Вы скажете, что это неправильно, потому что женщины слабый пол, и с ними что тут соревноваться? Ничего подобного. У них такие скорости, что надо очень-очень долго пахать и наматывать тысячи и тысячи километров, чтобы с ними сравниться. Это современный большой спорт. Итак, шутки в сторону. Норвегию представляет Кристин Сдейра, стартующая под первым номером, под номером 1-1, то есть первый этап. Россию Наталья Баранова, Италию Арианна Фолиц, Германию Штефани Бюллер, Финляндия Айна Кайса Саренин, Чехия. Эрбена Балаткова, это я представляю участниц в порядке стартовых номеров. Казахстан, первый этап Оксана Яцкая. Швеция Анна Дальберг, уже успевшая здесь выиграть полновесную золотую медаль. Она спринтер, но 5 километров тоже все-таки, согласитесь, не марафон, и ее умение воировать темп пригодится. Франция, Урель Пирия, 9 номер. Белоруссия, под 10 номером, Алена Санникова. Швейцария, Сирена Мишель, 11 номер у швейцарок. Вы скажете, что это несуразно, учитывая, что они призеры предыдущей олимпийской кампании, но там много было разнообразных факторов, что тут говорить. Хотя, в принципе, они старались сохранить состав все эти годы, которые имеет олимпийский опыт. Япония, Масу Набоку Фукуда, под 12 номером, 12-1. Эстония выходит на старт. Эстонские лыжницы отсутствовали на предыдущей олимпиаде. Ну и сейчас собрали четверку. В четверке этой, правда, нет Кристины Шмигуны, поэтому шансы сразу же изменяются. Формайстер, первый Формайстер бежит на первом отрезке. Китай. Это вообще маленькая сенсация, потому что, ну, вы знаете, в биатлоне там комплект, в эстафете полный комплект есть, а в лыжных гонках такого не было. Вот сейчас появилась четверка, правда, мы предполагаем, что они будут бежать сами по себе, по крайней мере, на втором, на третьем этапе. Соединенные Штаты на первом этапе представляет Венди Уагнер. Украина. Представлена Катерина и Григоренко. Канада, 17-й номер, Мелани Тюро. Вот у них никаких отпусков, никаких отдыхов. У канадок лидеры команды тоже бегут. Сара Реннер и Бекки Скотт. Везде присутствуют. И в спринте здорово выступают. И вот вы видите, сейчас попытаются как можно лучше выступить и здесь. У них слабый этап третий. Аманда Амер бежит в первый коньковый этап. И поэтому перспективы канадской сборной весьма туманны. Перспективы финской, которая сейчас лидирует, это все-таки тоже тайна за семью печати. Потому что, если бы с ними бежала Кайса Варис, который они выиграли в Альтефьеме, тоже на высоте, естественно, вы помните, в Голомитовых Альпах, то тогда бы у них, безусловно, были шансы, может быть, даже и на Золзе. Сейчас, учитывая, что у них проблемы все-таки с одним из коньковых этапов, и трудно сказать, насколько хорошим финишером будет Катя Виннелайнен, без Варис, конечно, это другая команда. Но Варис не доверили бежать. Мы рассказывали вам об этом вкратце из-за чего. Хотя, в общем-то, никакие допинговые пробы положительные не возвращались в последнее время. Но та, которая вернулась, и та, из-за которой она отсутствовала два года, не дают поверить в нее тренером, поверить в ей, может быть, даже скорее, ей доверять. И поэтому, несмотря на то, что команда ослаблена, для того, чтобы не было лишних проблем, решили ее не ставить в сборную, не приглашать. Точно так же, как и никого из мужчин, дисквалифицированных ранее, не позвали. Яри и Сометсу в первую очередь. Ну, а какова расстановка на этапах, которые уже сейчас начинают обсуждаться на нашей странице forum.eurosport.ru Страница главного сайта 3W Евроспорт.ru Там есть у нас аудиотрансляция, то есть вы фактически слышите тот же сигнал. Но вот вы видите, разрывается уже группа. К отметке всего-навсего 1,6 километра. Разрывается на участке Алены Санниковой. Украинская команда тоже теряет контакт с головой пилотона. Очень сложная селективная трасса с перепадом высот почти 60 метров. Один круг, 5-километровый. Здесь очень длинные трассы, как это было и принято всегда в классическом лыжном спорте. И для очень многих это становится сюрпризом, чем-то непривычным. Привыкли бегать вокруг трибун с короткими и крутыми подъемами, а здесь такие тягунищи, что их надо выдержать. Вначале нормально все получается. Перед главным бугром просто ноги подгибаются. Вы видите, что зрители здесь далеко не все еще пришли, далеко не все распределились по трассе. Они будут перемещаться, по крайней мере, в тех пределах, которые установлены карабинерами, для того, чтобы видеть как можно больше. И вас, наверное, удивил тот факт, что на трибунах было мало народу, но вот сейчас вы видите, почему. Итальянцы и гости страны из Финляндии, из Норвегии, из России люди грамотные. Они прекрасно понимают, что восседать сейчас на трибунах нет никакого толку в этом. А вот на нужном участке поддержать, на трудном участке поддержать спортсменок, своих любимец. Вот это и в самый раз. Так вот, на основной странице нашего сайта 3W Eurosport.ru не пропускайте лайв-трансляции, если вдруг вы не имеете доступа к телевизору. У вас два варианта. Вы, во-первых, можете читать текстовую трансляцию в правом верхнем углу, почти что в углу с правой верхней стороны. Ну, а второй шанс присутствовать на этой гонке, это слышать русскоязычное аудио в медиа-центре. Специальный такой апплет. Ну, в общем, все достаточно легко загружается. Если у вас тем более быстрый интернет, то не будет никаких проблем. Гора — это опасно, даже когда всего-навсего 5 километров. И натянув струну поначалу, лидеры немножко сбавили. Вот здесь, перед трибунами, они прокатили. Размашистым шагом никто еще не спортовал. Итальянки, хозяйки соревнований, Арианна Фалис на первом этапе, Габи Паруцци на втором, Антонелла Конфортола на третьем, Вальсабина Вальбуза на четвертом. Расстановка наших. Баранова первый этап, Лариса Куркина второй, Юлия Чепалова третий, Евгения Медведева-Арбузова последний. Некоторые настроены пессимистично по этому поводу, потому что, дескать, по определению, великолепный спринтер и неоднократная обладательница малого крустального глобуса в спринте Марит Бьорген естественно лучше, чем Медведева-Арбузова. Но в таком случае надо постараться не довести до этого, не довести до того, чтобы она была соседкой. Хотя прекрасно понятно, насколько это сложно. Приличный финишер Фасабина Вальбуза, но пока еще на свою скорость нужную не вышла в этих гонках. Может хорошо финишировать и Клаудия Кюнцель, но вся команда Германии в совершенно разобранном состоянии. Первая медаль на лыжне завоевана Ангелером вот буквально накануне. И вы видите сейчас, что пытаются финки организовать разрыв в группе. Финляндия, Швеция, Норвегия. Италия и Франция. Баранова попала под обрез и должна незамедлительно вернуться в первую группу. Как это важно быть забойщиком, как это важно передать в двух, в трех секундах и не более эстафету от лидеров. Ну и сейчас снова разрыв закрывается. Все-таки достаточно крепкие команды и у Чехии, и у Казахстана. И хотя они попали во вторую группу, этот феномен как таковой и перестал существовать. Финки очень торопятся показать себя на первом отрезке дистанции, понимая, что в Ханьке они не фавориты, но не слишком здорово в этой крутой горе работают лыжи, забойщицы. Ну а вы видите, что здесь просто-напросто путаница. Француженка и шведка издали не отличаются вообще ничем. Вблизи отделка комбинезона дает возможность худо-бедно сориентироваться. Молодцы. Белорусские все-таки не сдались. И давайте посмотрим, что здесь было. Вы видите, вытесняли, и завал был. Был завал. Россиянку постекла, ну просто потому, что пыталась вернуться в лыжню. Швейцарская спортсменка Серена Мишель. Слава Богу, ни у той, ни у другой поломок не было. Но вот этим как раз и объясняется тот разрыв в суматохе на подъеме образовавшейся. Хоть и просторные здесь трассы, но все равно места не хватает. Пока все слишком равны. Анакайса Саренин. 6-ти шестилетняя молодая. По меркам лыжного спорта все еще очень молодая финская спортсменка. Никаких пока нет побед на высоком уровне. Но с другой стороны вот как раз сегодня не может быть этот прорыв. Мы уже видели неоднократно открытие. Но все-таки, все-таки я бы на Финляндию не ставил. Если только она не убежала бы на неделю перед коньком. Габи Паруцци у итальянок. На втором этапе вы видели огромный плакат в ее поддержку. Антонелло Конфортоло на третьем, на четвертом Вальбуза. очень хороший классик Паруцци. Просто великолепный. Поэтому, собственно говоря, на втором этапе хотя бы была бы полезна и на третьем коньковом. Звинчивает, взвинчивает темп Анакайса Саренин. Но ничем, надо сказать, не пугает. Темп высокий, но более размеренная работа тоже эффективна. И Орель Перия, высокорослая спортсменка, тяготеющая к длинным дистанциям, прекрасно держится в том же темпе. Нюрер пасет просто-напросто Финку и делает абсолютно правильно. Несмотря на то, что она юная, она уже очень сильна. Хотя, в общем-то, этот сезон принесен в жертву лишь 30-е место перед началом Олимпиады. Варановой надо терпеть. Но вы смотрите, у нее не очень хорошо работают лыжи. Она вынуждена практически стелиться, отталкиваясь. Не получается мощного толчка в этой крутейшей горище. Афинка работает и работает и очень хорошо держит ее колодка. Стеера легонькая, как пушинка. Ну, собственно, и без комментариев, понятно, вы посмотрите, особенно на фоне снега. Очень хорошо чувствует себя в горах именно при подъеме. Такая горнячка стопроцентная. И все говорили о том, что у нее будут хорошие результаты. Было достаточно у нее проблем в последние два года и казалось, что олимпийская подготовка летит к черту. Она перенесла операцию брюшной полости вот буквально совсем недавно, в августе 2005 года. Ахилова сухожилие мучила ее, никак не могла она восстановиться. Постоянные были процедуры, курсы восстановления. Ахилова сухожилие в 2004 году не давала ей покоя. Так что, в общем-то, конечно, полностью она не раскрылась. Это первая ее олимпиада, молодая спортсменка. В этом году высшее место, четвертая на десятке коньковым ходом, кстати говоря, в новое место. Ну, а что касается медали чемпионата мира, то есть уже и золото, и бронза. Золото завоевала в эстафете в прошлом году. Отстала далековато Баранова. Что было видно невооруженным глазом, насколько она, насколько ей, во-первых, неприемлем этот внезапно возросший темп, а во-вторых, насколько неадекватно сработали лыжи на том участке. Я вот не знаю, почему, честно говоря, у нас так, что если кто-то, если ошиблись со смазкой где-то, то это надо обязательно замалчивать, затушевывать, потому что иначе сервисменов просто-напросто будут считать антигероями и чуть ли не к стенке ставить. Потому что, например, норвежцы совершенно спокойно признают, да, вчера промазали, вчера замазали своих спортсменов, всех буквально, и все звезды норвежских лыж оказались на 17-м месте и ниже. Форца Поруции всюду, вперед Поруции, вот сейчас мы и увидим, сумеет она пройти так, как требуют болельщики. Кильде Педерсон, опытнейшая Педерсон, дошедшая до своей медали. И в нынешнем году, когда ей 41, очень сильный сейчас этап будет. Педерсон побежит против Поруции, против Пауэр, против Пирпи Куйтунен. И Куйтунен попытается взять реванш за, в общем-то, неудачу в личной гонке. Ждем, каков разрыв. Итальянки в 12 секунды, Германия в 13,9. Сильный состав, но не сильный результат, не впечатляющий. И россиянки почти в 15 секундах позади. Группа развалилась, но и сейчас, учитывая, что сильные лыжницы пошли и среди тех, кто немного отстал, будут пытаться что-то сделать. Поразительная контратака японских спортсменок. И вы видите, что острый контр-рылок Пукуды приносит ее подруге по команде Ишиде Масаку Ишида на втором этапе промежуточное лидерство. Но мы знаем, что и Каяма, и Нацуми все-таки тяготеют к классическому ходу и в коньке они начнут отставать. Было бы удивительно, если бы наоборот. Раздосадована тем, что не исполнила все связанные с ней ожидания Мирпи Куйтунен. Перемещается вперед, но японка, конечно, заслуживает самой высокой оценки. Прошла просто великолепно. Как и, в общем-то, совершенно классный этап получился у Анны Кайсасарин. Обратите внимание на то, насколько все-таки мощный спринт, мощный спурт в зоне передачи эстафеты. Как будто это финиш всей гонки. Ну что ж, ничто еще не решено, но первые сигналы негативные получены и от команд России, и от команды Германии, и от команды Чехии. Ну а что касается Белоруссии и Украины, то просвет уже очень солидный. Хотя такие просветы мужчинами в 80-е годы отыгрывались. дав полидировать японской спортсменке. Лидер финской сборной и лидер вообще среди всех Вирпи Куйтона перемещается на первую позицию. Норвегия, Финляндия, Швеция, Франция, Япония и Казахстан. Сейчас подбежит, посмотрим внимательнее. Нет, это Швейцария. Я думал, уж Казахстан переместился. Нет, это Швейцария. Так что никаких перемещений за то время, пока мы с вами отсутствовали не случилось. Первая группа оформлена достаточно определенно. За ними там вот еще две спортсменки. Можно ожидать, что одна из них, если она в белом, она из Германии. Но давайте смотреть поближе. Пусть укропнение будет. Так плечо немецкой сборной плечо мелькнуло. Да. Виола Бауэр на этом этапе представляет сборную и Германии. Что касается... Так, вот Куркина. Вот Куркина. Ее отдельно показывают хороший классический ход, но вопрос в том, где она относительно всех остальных гонит. Тренеры ее по дистанции на держание лыжи работают вполне адекватно. Она настигает. Молодец, Лариса. 14 секунд было в пассиве нашей команды после этапа Барановой. Каков был отбор, собственно говоря, по какому принципу? Потому что бурлит интернет и, как говорится, курилки вообще не виртуальные, а реальные, касающиеся как раз вот того, почему, почему именно такой выбор. в основе было то, как выступят спортсменки, по крайней мере, в классике, определение двух классических этапов, как они выступят на последней дистанции, в какой они функциональной готовности находятся в последнее время. Вопросы были даже к человеку, которого вообще никогда никто не трогал, то есть к участию Юлии Чапаловой. И некоторые говорят, что таким образом, поскольку она сегодня участвует, это отдан по справедливости должок, должок Чапаловой. Падение Ишиды. Падение Ишиды ничего не поломано, но она теряет несколько драгоценных мгновений. Может добежать. Смотрите еще раз, что здесь было. Выскакивала высокая скорость была и Куркина, она помешала опять. Куркина вынуждена была уйти совсем на внешний радиус. Тренеры готовы с запасным инвентарем. Опасный здесь действительно поворот, опасные перестроения. Выносит, выбрасывает из лыжни. Множество тугих петель вокруг лыжного стадиона. Вот что собой представляет этот 5-километровый круг. И Куркина вернулась. Вернулась, но этого мало. Нужно пытаться переместиться вперед, нужно вернуть себе активную позицию. Японка, ну что сказать, это не Фруде Эстель. Не все так просто. Почему уставили вопрос напротив Чипаловой, потому что она ведь оказалась замыкающей среди наших. В то же время Ольга Завьялова вроде бы показывала себя неплохо, и вроде бы ее бы надо было поставить. Но тут в таких случаях говорят, если проиграет, то да, конечно, это будут очень долго вспоминать. Если выступит удачно, в таком случае все спишется. И ничто не вспомнится. Встала японка. Настолько она была шокирована, обескуражена, что просто-напросто пошла пешком. Сразу же сковала мускулатуру, и ее начинают накатывать. Вы видите, она засуетилась. Но тут ничего не поделаешь, нужно будет сесть в группу преследовательниц. Здесь вы видите Чешка, и в этой же группе, которая сейчас составляется, представительница Канады. Ничем не удивила забойщица канадской сборной, что и требовалось доказать. Меланей Джоров все-таки не на этом уровне. Ну а Сара Реннер может стать серьезным фактором в любой гонке, и может также влиться в эту первую группу. Вы видите, что постепенно российская команда поднимается, перестраивается, и сейчас главное в передаче эстафеты быть впереди, чтобы не было случайностей, не было никаких поломок вышек. Несколько слов о достижениях за последнее олимпийское четырехлетие. Ну и былые олимпиады, естественно, тоже бегло вспоминаем. У тех, кто находится сейчас в первой группе. Финская команда выступает на хорошем уровне постоянно, и ровно проведя эстафетный кубок прошлый, она заняла второе место. Что касается нынешнего кубка, четвертая в национальном рейтинге, на чемпионате мира заняла пятую позицию. На чемпионате 2003-го была дисквалифицирована, на Олимпиаде была лишь седьмой, но это было как раз после допингового скандала Лахти, поэтому большего никто и не ожидал. Седьмое место также было не на Олимпийских играх 98. Что касается российской команды, то в национальном рейтинге этого года женщины лидируют. Вторыми закончили они Кубок наций прошлого года. На чемпионате мира на чемпионате мира прошлого года также завоевали серебро. Ну, что касается олимпийской истории, то они олимпийские чемпионы Нагана и не только ранее неоднократно выигрывала и российская сборная и сборная Советского Союза правоприемницей, которой в большой степени является Россия. Ну, а на Олимпиаде 2002-го года из-за волны дисквалификации российская команда не появилась на старте. Ну, вот, посмотрите, посмотрите на эту типичную фирменную немецкую технику в таких крутых горках. Техника позволяет использовать колодку во всю мощи, хотя это выглядит неэстетично может быть, но зато Бауэр очень эффективно забегает и занимает позиции, вы видите, уже во главе группы. Насколько я смотрю, выпало Куркина не очень значительно, но в гору на держание наши лыжи готовы хуже, чем на спуске. Вы видите, что на равнинке на равнинке и на спуске она отработала и за счет скольжения опять вернулась. Может быть, опять были физические контакты там и опять роняли. Куркина побывала на снегу. Я думаю, что очень высокая вероятность. Тем временем Сара Раннер приближается сама и привозит свою попутчицу в первую группу. Очень хорошо работает в инвентаре сборной Германии. Сборной Германии, которая, как вы, наверное, помните, сенсационно выиграла золото на прошлой Олимпиаде, хотя все оставили на норвежек. Норвежки тоже были в призах, но лишь вторые. Швейцарки замкнули тройку сильнейших. Это был вообще подарок им и их подарок болельщикам. Ни до не просили такого великолепного выступления все же не было. Очень здорово отталкивается Ненко. Великолепно отрабатывают лыжи. У Габи Поруцци тоже в порядке, именно поэтому такой рев на этих импровизированных трибунах. 1614 метров высшая точка этой трассы. Жиденький жиденький воздух, мало кислорода, но все, кто впереди приспособились к этой работе прекрасно. Мягонько идет Габриэл Поруцци, вы видите, толкается буквально от пояса. Гораздо более высокое положение рук в базе толчка у француженок. Канадка приближается, но буквально на глазах. Стреляют безбожно лыжи у Ларисы Куркиной. Очень плохо держат и в каждой горе она отступает. Остается километр сто и надо растолкаться на спуске. У финок все очень хорошо с держанием и то, что сейчас прострелы это сейчас на целину вышло. Вверх и Куйтонен пытается вернуть себе место в голове группы. 16 секунд опять все, что приобрели внизу потеряли наверху. продолжается борьба на втором этапе олимпийской женской эстафеты. Немки стартовавшие более чем скромно. Вы видите, что сейчас просто диктует темп всем. Скольжение на спуске отличное. При том, что сегодня лыжи было тоже очень трудно готовить и была очень определенная ситуация. Закончится снег, не закончится. Будет глинцеваться лыжня или будет вообще засыпана и только лишь можно будет надеяться на ту, которая прокладывает лыжню перед тобой. И ушла в отрыв эта тройка. Не очень далеко, но перевес растет Куйтоненбауэр и Хильде Педерсон впереди. Габи Паруци пытается закрыть этот просвет. Ее подгоняют. Она взяла себя в руки и должна сейчас приблизиться. Посмотрите, как отлично подработала на спуске. Очень опасный спуск, выбрасывающий край этого тоннеля. И просто поразительно идет сборная Швеции. А главный сюрприз это, конечно, команда Франции. Но пока Карин Филиппо отлично отработала оставшиеся этапы Сторти и Эмили Вина. Общие шансы из-за этого не очень велики все же. так же, как и не слишком впечатляющие шансы финской сборной. Ну что ж, может быть, сейчас сработает позитивно то, что Чипалова мастер догонять. Иной раз ее сравнивали и со Стефанией Бельмонда. Может быть, как раз то, что она бежит на третьем, а не на последнем этапе при всех своих спринтерских возможностях традиционно. Может, это как раз и верное решение. Надо отыгрываться. Итак, пять команд более-менее компактно. Далее просвет. И вот только финиширует Куркина. Все проиграно на двух подъемах. Но, по крайней мере, не отпустила Канадека. Это значит, что хорошие попутчицы у Чипаловой. Насколько хорошие, правда, потому что ведь Амар бежит. Амар не ориентир для нее, безусловно. 25 секунд. 25 секунд отставания. Вполне возможно, я очень этого боюсь, начинает настигать наших и усталость после тяжелых, очень длинных горных сборов. Это все-таки рискованно. И нагрузка там была, отборочная нагрузка. Гонки полновесные, полноценные. может быть, и этот момент уже тоже ощущается, а не только всякие но со скользящей поверхностью лыж. Ну что ж, желаем успеха на стартовом подъеме. разрывы тем временем увеличиваются и маленький сюрприз преподносит своим попутчицам Ритали Саласила. Вы видите, что она очень хорошо начала. Нанервничавшиеся более чем надо великолепный спринтер немецкой команды Эви Захенбакер Штеле идет второй. На третьей позиции Кристин Нурештемлан. Потихоньку и та, и другая, и немка, и норвежка переходят на свои новые фамилии. На фамилию Штеле Захенбакер соответственно на фамилию Стэмланд переходит Кристин. Собираются, собираются. Первая шестерка будет сейчас идти одновременно. Не хочется по пяткам лыж кататься. Эви Захенбакер и великолепно посмотрите, как у шведок работают лыжи. Дальберг, Эк, Ногрен и Стромстер. Вот таков состав. Все хорошие спринтеры, все проходят эту подготовку специализированную. И наш форум задает вопросы, вопросы риторические, к сожалению, на данный момент. Почему нет Москаленко, Рочевой и Седько финалисток командного спринта? они бы несомненно усилили бы команду на классике. Кто знает, кто знает, на 5-километровом отрезке как бы получилось. 25 секунд, я напоминаю, было у Чипаловой в пассиве и сейчас она более половины из них отыграла, хотя многие наши болельщики начали разуверяться в этом. Очень важно, что именно на этом этапе бежит Чипалова. Юная шведка мощно отработав сейчас вынуждена считаться с этой трассой. Чипалова бежит так, как не бежала еще. По крайней мере, последний месяц. Вы помните ее преследование в последних двух дуатлонах, включая Олимпийский? Ей привозили, точнее, не ей привезли, ей привезли сейчас, а там она сама себе на классическом отрезке отброшенная соперницами, которые работали очень серьезно против нее. Они ее буквально отцепляли, и она бежала, страдала, бежала, проигрывала полминут, и потом из этих полминут получалось и большее отставание. Сейчас совсем иное. Она достала их просто как стоячих. Нельзя сказать, что они на сверхвысокой скорости бежали, они не разбирались пока между собой, но средний ход был очень неплох. В данном случае как раз лыжи, коньковые лыжи Юлии Чапаловой очень хорошие, очень скользкие. Не поскользнуться бы только здесь на спуске. Сейчас нужно войти в ритм. Соперницы прекрасно понимают, какую сильную попутчицу они получили и будут пытаться ее сбросить, но она это понимает, вы видите, как она на инерции вылетает в середину группы и пытается переместиться в головку. В то же время Эви Захенбахер увидев свою обидчицу в олимпийском прошлом спринте, когда она была второй, а Чапалова первой мне кажется задергалась. Я напоминаю, считали заранее специалисты, что финский этап этот достаточно слабый. Ирита Лисаласила может вылететь из первой группы, но а потом уж Ивена Лайнен окончательно отстанет. На призовое место претендует сейчас семь команд. Чапалова влилась, закрепилась на четвертой позиции, вы видите, за итальянкой у итальяна Антонелло Конфортолло. И радует в принципе тоже, что хозяева соревнований получили новый заряд оптимизма. Великолепная страна, которая достойна того, чтобы на этой Олимпиаде отметиться. Итальянки на играх в Нагано были третьими, российская команда тогда выиграла, норвежская была второй, Чапалова в той эстафете не бежала. Зато потом ей финальные гонки, ну, что уж тут, много-много раз мы рассказывали об этом, финальные гонки ей дали возможность выступить. Она была там темная лацатка, совсем еще молоденькая девчонка, и она выиграла олимпийский марафон свою первую из двух золотую олимпийскую медаль. Ну, а вы видите, что к середине третьего круга уже возникла определенность. Швейцарки, потрепав нервы в начале, оказались небоеспособны на всей дистанции в целом. У Канады тоже большое отставание. Сборная Чехии вызывает сразу вопрос первый, это бежит ли Нойманова или ее нет. Нойманова есть на последнем этапе, она очень ответственно подошла к этому моменту, хотя можно было бы, наверное, сосредоточиться и на спринте. Не знаю, насколько серьезной ее надежды выступать там. Ну что ж, Бриттон Орган, знаете, такая... Ну, когда в новую команду, во взрослую команду приходят молодые гонщики и гонщицы, то нужно еще притереться и приходится зарекомендовать себя, приходится повыполнять черновую работу, повозить на себе. Вот такое ощущение, что Норгрен, звезда юниорских гонок, как раз вот в такой ситуации и находится сейчас. Старшие попутчицы заставляют ее работать. Ну, собственно, она и сама не прочь. Она хочет пробежать красивый этап. Ну, а что же у Швеции на последнем этапе? Какие шансы? Стромстах, если кто смотрит не с самого начала, Штромстах на первом отрезке, на последнем отрезке, решающем отрезке дистанции. Очень легкая комфортола. Еще согнала вес перед этими соревнованиями. Долгий горный сбор был. Ну, а вы видите, что постепенно у Сосиль-Сторти появляются сложности. Чапалова в полном порядке. Вы видите, отлично скатывается. Особенно заметно прекрасно работают лыжи по целине даже. Ну, насколько целина-то, конечно, тяжелая машина прошла, укатала. Круг здесь довольно широкой трассой. Есть где разгуляться специальные тяжелые техники ретраком. Пытается Шведка еще и наказать сильных своих попутчиц, уйдя в отрыв. Но этой роскоши ей не позволят. Контратака Чапалова-Ласила. Шведка контролирует. Вы посмотрите, как дышит. Такое впечатление, что вообще носом. Совершенно спокойно. Никаких признаков огромной усталости. Чапалова в первом ряду. Российские болельщики рядом с трассой. Вы видели, мелькнули там. Чапалову начинают теснить и пытаться ей оттоптать палки. Удержалась. Молодцом. Норган перемещается на четвертую, на пятую позицию. Контр атакует Рита Лиса-Ласила. Чапалова держит ее. Здесь очень трудный участок. Вот как раз на личных гонках Чапалова здесь имела проблему. Вот здесь она теряла темп, когда догоняла во время дуатлона. Сейчас же все в порядке. Захенбахер все время мечется по группе. То вперед, то назад. Куражистая спортсмен что и говорит, но нужно все-таки аккуратнее. Пожалел и пожилее себя и других не завали. Она это сделала. И вы видите, насколько мощная контратака. Великолепная подготовка в горах и прошедшая наконец нервотрепка. Привозит к тому, что она вот сегодня и сейчас похожа на себя прежнюю. Сумасшедший горный рывок и олимпийские чемпионки уходят в отрыв. Просвет пока еще небольшой. Захенбахер оборачивается, смотрит, что она натворила. Этот рывок не лыжного велосипедного плана. Редко видишь такое в середине групповых гонок любых лыжных соревнованиях. Как-то чаще всего все-таки держатся друг за друга. Это же смело бросило группу. И несмотря на то, что после такого рывка нужно еще отдышаться. Финка! Сейчас упадет. Нет, удержалась. Чуть, еще бы немножко и она бы зацепила ограждение и легла бы как раз под ноги Чапаловой. Пронесло. Мы этому рады не меньше, чем сборная Финляндии. Юля выходит на вторую позицию. Пытается отыграться. Сейчас на более ровном участке она включит ноги. И начнет работать Захенбахер. В прежнем порядке вторую горку преодолевает с высочайшей скоростью. Я напоминаю, что Эви была дисквалифицирована на пять дней из-за очень высокого уровня гемоглобина. Была слезная пресс-конференция. Были очень жесткие нападки со стороны немцев на Международную Федерацию Лыжного Спорта. Формулировки были такие, что лучше их не приводить снова. В результате ей перемерили уровень гемоглобина и сказали, что он в порядке. Причем перемерили раньше, чем истекли эти пять дней. Поставили ее в следующую гонку. Единственную гонку, на которую она рассчитывала до Атлона она пропустила. И с каждым днем теперь выглядит все сильнее и сильнее. Что касается российских двух участников Матвеевой и Панкратова, то они по-прежнему на скамейке, к сожалению. Для Матвеева это не так страшно, для Панкратова это просто ужасный удар, потому что он рассчитывал на вчерашнюю классическую гонку. Ну и теперь фактически пропускает все свои сильные виды. Но он еще молод, и Олимпиады еще у него будут. Матвеева же ориентируется только на спринт. Сборная Германии создала себе преимущество Клаудио Кунцель. Примерно в десяти секундах впереди финишный отрезок у Чапаловой получается вполне прилично, хотя мы прекрасно понимаем, насколько она устала. И теперь Женя Ведведева отправляется на дистанцию в борьбе за второе место в очень сильной компании. Но как она умеет работать в сильной компании, как она умеет толкаться, вы видели Юля Брава. Это был страшный, тяжелый отрезок дистанции. Не пришлось бы ей отыгрывать почти полминуты. Конечно, она бы выдержала темп Захенбахер и пришла бы синхронно. А Захенбахер совершенно спокойно отправляется дальше в тот момент, когда Финка вообще без духа рушится на снег. Очень серьезная заявка, но Кунцель не непобедима, по крайней мере, на этих Олимпийских играх. Догонять ее можно и нужно, несмотря на то, что весь этот клубок она проходит хорошо, и несмотря на то, что форма возвращается после болезни простудной. И так, последний этап, на котором легендарная Марит Бьерген за Норвегию, прославившаяся уже Евгения Медведева-Арбузова за Россию, Сабина Вальбуза за Италию, Клаудиа Кунцель за Германию, за Финляндию Катя Венелайнен, за Чехию Катерина Нойманова ни много ни мало, за Швецию Анна Карин-Стромстед, француженка Эмилия Вина, ну, наверное, все-таки ее непринимаемо внимание настолько серьезно, швейцарки, японки, эстонские спортсменки и, в общем-то, все остальные отстали уже безнадежно. Баранова зацепилась, идет третий. И все, конечно, ждут супер-рывка третий в этой группе. Все ждут супер-рывка от Марит Бьерген, все рассчитывают на ее функциональные возможности и на то, что она в горе сейчас и сама подбежит и их всех подвезет. Клавдия Кюнцель пытается повторить уникальное достижение прошлой Олимпиады. Все-таки согласитесь в Солджи-Голу это был огромный сюрприз. Как на олимпийских чемпионок на Германии никто не ставил, все рассчитывали на то, что будет дуэль между сборными Норвегии и России. Но Россия выбыла еще не стартовав. А норвежки не сумели победить там. Бьерген тоже была в той гонке и помнит ее и полна жажды реванша. Было ее интервью недавно после успешной уже гонки классическим ходом. Она наговорила довольно много общих вещей. Но тем не менее звучало то, что она стремится доказать всем, что она все-таки не гостем приехала на Олимпиаду, что зря на нее уже никто не возлагает надежд после неудач первых стартов. И в принципе ее шокируют все те разговоры, которые вокруг нее по поводу того, что слишком уж она непобедима, что это подозрительное и так далее. Я готова всюду, на каждом углу доказывать, что ничего лишнего в моем организме нет. Она именно на этом акцентирует внимание. Марит Бьерген разговарившая с нашими журналистами сразу после своей успешной гонки, где она уступила Кристине Шмигу, но наконец-то была среди сильнейших. Евгения Дементьева после своего замечательного успеха. Это была первая наша лыжная медаль гоночная. Посвятила свою победу над собой и над большинством соперниц своему тренеру. Николай Васильевич Бондарев трагически погибший в прошлом году внес в ее подготовку решающий вклад. Это было на сборах. И она помнит его всегда и его сила в ее силах. Только бы этих сил хватило сейчас на это преследование. Кюнцель пока не подпускает. Хорошо скатывается Баранова лучше, лучше, чем у Бьорген катит у нее лыжи. Шведка вы видите не очень, скажем так, стабильно в лыжне. И опять буря восторгов по поводу перемещения по дистанции Клауди Кюнцель, но просвет чуть-чуть уже уменьшился. Пятое место у нее перед нынешней Олимпиадой в общем зачете Кубка мира. Несколько раз она поднималась на пьедестал почета в этом году, в том числе и вместе с эстафетой на высшую ступень за последнее время. Ну, а что касается личных выступлений, то Аберсдорф и Вернон принесли ему ей серебро. Она на ходу на протяжении всего этого сезона, хотя яркого хода Кюнцелевского, яркого финиша пока по большому счету мы не видели. Сабина Вальбуза не отпускает тройку, в которой бежит и Россия, и вы видите, что тройка превращается в четверку. 600 метров до середины этого этапа на плечах Медведева и группа начинает приближаться, съедать немку буквально на глазах. Только бы не растратила лишних усилий. Все оказываются в выигрыше, как вы видите. Ну, а Катя Виннелаймен пошла в одиночку. великолепно, великолепно работает Женя. Привет всему нашему северо-западному региону, который за нее сейчас особенно болеет. Два классных коньковых этапа, просто потрясающих, благодаря которым возродились наши надежды. Вот и говори после этого, что расстановка неправильная. Очень достойно выглядит она, а у Бьорген, видимо, сегодня не беспроблемно. Хотя, может быть, она и затаилась, и может быть, может быть, у нее сейчас будет тот самый суперспорт в гору. Но пока мы видим спорт в исполнении Евгения Медведева, и она привозит эту группу Клаудио Кюнсель. Не в состоянии Кюнсель прибавить еще. Бежит уже почти на пределе, ждет новых своих попутчиц, ждет и надеется на то, что проявит свои спринтерские данные. У нее они, безусловно, имеются. Но не лучше же в самом деле они, чем у несравненного спринтера, правда, проигравшего главный спринт на прошлогоднем чемпионате мира. И она до сих пор это не может никак забыть. И до сих пор жаждет реванша. Обязательно на Олимпиаде я поборюсь за олимпийское золото. Никак у меня не получается ничего, кроме Кубка мира выиграть здесь. Ни Олимпиады, ни чемпионата мира в последнее время. Она не носит звания олимпийские чемпионки и чемпионки мира. Шведки пока главенствуют на чемпионатах мира. Ну и вот, вот это самая страшная гора. Вот сейчас, сейчас можно будет определить, кто чего стоит и не слишком ли открыто, не слишком ли мощно прошла этот отрезок дистанции Евгения Медведева. Бьорген пока под лидерами. Многоопытная Вальбуза по протяжении всех этих лет второй номер итальянской лыжной команды держится лучше. У Бьорген есть проблемы. Вы вспомните, как она заканчивала этап спринтерской эстафеты. Вот сейчас бы, интересы-то совпадают, сейчас бы и попробовать убежать от нее. Нельзя ее ждать, чтобы она вернулась, еще пару раз протянуть. Нужно уметь создавать альянсы во время гонки. Интересы образуются совместные, потом они распадаются мгновенно. А сейчас что? Кюнцель не сумела провести как следует, ее надо было потеснить немножко и выйти. Вот сейчас это как раз и делает Евгения Медведева абсолютно права. И Бьорген становится тяжко. Нельзя сказать, что у нее супертехника, особенно в крутых очень подъемах. У нее вообще были очень серьезные проблемы в этом компоненте и сборная просто-напросто посмеивалась над нею даже. Вообще такая история обиженной девочки получается у Бьорген. Хотя это, конечно, не имеет прямого отношения к действительности. Отцепила Медведева Марин Бьорген. Бьорген встала! Бьорген встала! Вот они горы! Вот то же самое происходило здесь с велогонщиками, участниками Джиру де Италия и Тур де Франс в этих же горах. Рядом тут перевалы легендарные и те, кто великолепно атаковал в гору. А здесь были и Павел Танков, другие россияне. Будем надеяться, что их вот дух сейчас победный как раз и передается Евгении Медведевой. То, что продемонстрировал Эвис Захенбахер на предыдущем круге, на предыдущем этапе эстафеты получается и у Евгении Медведевой-Арбузовой. Она не уходит, к сожалению, как от стоячих, но она делает очень важный рывок. Кюнцель, как мы и ожидали, все-таки простуда есть простуда. И у Бьорген тоже вот тот самый. Те самые последствия бронхита все-таки вылезают. Не может быть чудес в такой тяжелой изматывающей гонке, где ставка слишком высока. Это золото Олимпийских игр. И успели мы уже 10 раз и потерять надежду в этой гонке и обрести ее вновь. Тройка определилась. Россия, Швеция, Италия. Бегут, бегут секунды. 10 секунд отставания. Кюнцель ушла. На этом бугре правильно отработала Женя. Еще один бугор. Совсем не кстати была эта монтажная пауза. Перемолчать этот отрезок было очень трудно. Скоростной спуск. У Медведевой прекрасно работают лыжи, но только бы не оступиться. Вот она возвращается в лыжню. Сабина Вальбуза ведет борьбу за серебро пока со шведской спортсменкой. И это, наверное, радует итальянских болельщиков. Просвет очень приличный. Включила ноги. Вы видите, как рано Медведевой продолжает буквально метелить. В высочайшем темпе работает на пределе своих возможностей. Попадая в кадр всех информационных агентств и крупный план атакующий Медведевой разбредется по всем красочным изданиям, в том числе и нашему изданию наверняка достанется. 3W Евроспорт.ру сейчас горой за Медведеву. Так же, как и все наше постсоветское пространство. Просвет есть. Просвет большой. Последние сотни метров дистанции. Бронзовая Женя в 250 метрах от сенсационной я все-таки не преувеличиваю. Сенсационной после двух трудных этапов первых победы. Ничего не может сделать Стромстед. Переходит на средний ход. Уже совсем отдала свои силы в горах. Готовит контратаку Вальбуза. Вальбуза выходит из-под нее. Стромстед нет резерва. У Кюнцель есть. Хороший финишер. Пошла, пошла в контратаку. Российской сборной уже ничто не помешает. Флаг, к сожалению, не возьмем. Слишком мало запаса. Ну и ничего страшного. Пусть поднимется флаг во время церемонии награждения. Борьба в спринтерском финише. Женя, 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 давай все-таки закончим. Я понимаю эмоции, но давай все-таки финишируем. Прависсимо! Кюнцель по траектории Медведева приносит в свою очередь сборной Германии серебро. Виктория. Виктория российской команды. Германия вторая. Италия третья. Мы поздравляем сквадра Адзуру. Многострадальную сквадра Адзура в этом году их пинали как лежачих. Марит Бьорген терпит очередное поражение в эстафете. В спринтерской эстафете осталась четвертой. Пятая лишь сборная Норвегии. И самое сильное звено команды Марит Бьорген проиграла этот участок. Почувствовала, тонко почувствовала это Женя. А вот чего стоила эта гонка Клаудио Кюнцель. Никто не назовет ее антигероиней этих соревнований. Она просто уступила Медведевой по всем статьям, но она боролась до конца. И это серебро дорогого стоит. Катка Нойманова привозит свою сборную на шестое место, хотя они очень надолго исчезали. Финляндия лишь седьмая. Слабый последний этап. То, о чем мы с вами говорили в самом начале этой гонки. Ну, надеемся, что девчонки не очень удачно пробежавшие первые два отрезка дистанции все-таки придут в себя и не будут прятать глаза. Они понимают, конечно, что два коньковых этапа выиграли эту гонку, но ведь и надо было тоже не отвалить совсем далеко. Были проблемы с лыжами у нас, безусловно, героически сразались с этими проблемами и не отпустили. Вы видите, что... Господи, боже мой, Швеция, Швеция. Пятая. Норвегия, шестая, Чехия, седьмая, Финляндия, восьмая Украина. Прыгают эти строки электронные в глазах. Я даже не могу сразу поймать, честно говоря. Валентина Шевченко, пробежавшая последний отрезок за сборную Украины. Конечно, прибавила, насколько это было возможно, но это, скажем, как гол престижа. То, как она прошла последний отрезок дистанции. Юлия Чепалова и Евгения Медведева фантастические два коньковых этапа и очень продуманная тактика. Великолепная победа. Великолепная! Гонка тем временем все еще продолжается. Сборная Казахстана далековато, конечно, для своих возможностей, учитывая, что опытный состав хороший. Канада лишь только десятая. десятая. Несмотря на присутствие Бекки Скотт и Сара Реннер. Вот такие вот сюрпризы. Ну что ж, это был великолепный реванш. Великолепный реванш за то, что происходило в 2002 году, когда именно эстафета стала для нас настоящим крушением. Именно с эстафеты началось то, что заставляло сборной России больше говорить в ракурсе всех этих скандалов, чем, собственно, со спортивной точки зрения. Сейчас очень важна была эта победа и возможность вот этого момента как раз о сборной заговорят в ином ключе, как о сборной спортсменок, умеющих собираться, умеющих держать удар. Это очень важно тоже. Это же все-таки не биатлон, мы все прекрасно понимаем. Не от стрельбы, за счет которой можно отыграться. Только на физике, только на сверхнапряжении. Китаянки пока еще только учатся, как вы видите. Ну и белорусская сборная, как, в общем-то, и ожидалась, оказалась далеко. Вы слышали, вы слышали, что сказала Женя. Она почувствовала, что темп невысок, и она поняла, что в этот момент спать нельзя, нужно атаковать. Но опять же, нужно ведь поверить в себя. Нужно не тесниться рядом с сильными соперницами, оглядываться на них, а просто идти в своем темпе, в своем хорошем темпе. Она, благодаря тому, что у нее уже есть бронзовая медаль, это очень важное решение было, что ее поставили на последний этап. Видимо, за счет этого она все-таки обрела ту самую уверенность за счет предыдущего успеха. Она почувствовала себя составной частью элиты. И после первой своей олимпийской медали ее прорвало, так как бывает, прорывает на вдохновение людей, которые еще только приближаются к большим спортивным результатом, выполняют мастера спорта. Вот иногда странные вещи происходили, ведь что греха таить, особенно в Советском Союзе во многих случаях выполнение было... Ну и что же самое интересное? Это мы так и не услышали. К сожалению, убрали шумовой микрофон, потому что гонка ведь продолжается. Но с другой стороны, конечно, нужно отдать должное всем участницам эстафеты. Замыкающие, вы видите, приходит сборная. И мы понимаем, что с Шмигун и без Шмигун эта четверка, конечно, все равно была не фаворитом. Для Кристины это была бы очень серьезная нагрузка. Секреты, секреты разнообразные мы узнаем. С досадой вспоминает свое падение Баранова. Ну а Чипалова отметила то, что Ласила закопалась совсем. И въехала. Едва не въехала выграждение. Итальянки очень довольны, безусловно. А то одни только мужчины отдувались. Какое сейчас великолепное настроение. Как все быстро поменялось в этой гонке. Вот за что мы и любим эстафету. Эстафету, которая нам многие-многие годы еще в советскую бытность и в российскую бытность дарила успех за успехом. Наши девчонки были непобедимы годами на этапах Кубка мира, на олимпийских и мировых стартах. Конечно, если сравнивать с теми временами, безусловно, нынешняя сборная борется более напряженно, наверное, и соперницы более близкого уровня, но с другой стороны. И такая победа очень дорога. Может быть, это возвращение нашего эстафетного картета на вершину надолго. Но что там думать о будущем, если настоящее настолько великолепно. Тем временем начинается уже здесь тренировки. Тренировки по таким тяжелым подъемам, что вы видите элитные вполне лыжники идут просто-напросто пешком. Гуляет. Уверенное преимущество. Не стало тянуть до финишной прямой. Неизвестно еще, как бы там было. Медведева атаковала в гору, использовав тот самый прием, который привел к тому, что она осталась третьим в гонке с переобуванием в скидуатлоне. Что ей говорить, быстрая обучаемость на таком уровне и быстрое понимание того, какие особенности этой трассы можно использовать, это признак настоящего лыжного кроссмейстера. Вторая золотая медаль лыжной гоночной программы у сборной России. Шестая уже по счету из семи запланированных. Но если кто-то очень сосредоточен на выполнении этих планов, все-таки люди болеют статистикой, что поделаешь, разве можно их за это осуждать, но вы видите, все уже практически сделано, хочется еще и еще, не хочется одними только протоколами заниматься. день. Если вы хотите, скажите, что это разве, то мы все счет. О господи, но все равно экспресс интервью из микс-зоны обязательно я вам приведу, так же, как я обещал биатлонному форуму привести интервью фаворитов и неудачников спринтерских гонок, которые были даны в микс-зоне и после этого нашим корреспондентам евроспортовским эксклюзивное Все это станет вашим достоянием во время гонок-преследования. Сегодня они тоже в прямом эфире. Не пропускайте. Великолепная, интереснейшая программа. Две биатлонные гонки, соревнования на большом трамплине у прогунов. Все это в прямом эфире на нашем канале и на нашем сайте. Я вас поздравляю, друзья, и я благодарю всех, всех, все миллионы болельщиков в самых разных уголках необъятной страны и за ее пределами, что особенно важно. Мы все-таки учимся понимать друг друга в этом новом веке, весьма и весьма опасном. Это здорово, что спорт нам в этом помогает. Так вот, спасибо, спасибо всем. Начав перечислять фамилии, вы понимаете, что не назовешь даже тех, кто непосредственно причастен к этому успеху. Спасибо, девчонки. Спасибо, болельщики. Спасибо, тренеры. Спасибо, сервисмены, которых так пинают все время. С вами были режиссер Галла Фернандес и комментатор Сергей Курдюков. Удачного вам олимпийского дня.